В администрации Каспийска под руководством главного жилищного инспектора Сергея Касьянова состоялось совещание с руководителями управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ. В ходе встречи были подняты следующие вопросы – реализация партийных проектов, а именно участие в конкурсе «Лучший дом, лучший двор». Перевод жильцов на прямые договоры со своими ресурсоснабжающими организациями и заполняемость госреестра. Кроме того, Сергей Касьянов выразил некоторые замечания управляющим компаниям по подготовке к осенне-зимнему периоду. Паспорта готовности по многоквартирному жилому фонду города Каспийска подписаны, но по итогам вчерашней проверки, сколько там домов было? 29 домов всего. 29 домов, где подготовка оставляет желать лучших. Значит, по каждому дому будет выписано предписание и установлен срок. Напомним, что с 1 сентября текущего года в силу также вступил закон о новых правилах технического обслуживания, которым предусмотрена обязанность для всех управляющих компаний ТСЖ и ЖСК заключить договор о техническом обслуживании, которое будет наделено исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. Первый пункт данной статьи определяет обязанность каждого собственника и нанимателя помещения заключить договор на внутриквартирное газовое оборудование. То же самое касается управляющих организаций, правлений ТСЖ, ТСН и иных кооперативов. Заключение договора на ВДГО. И жителям нужно донести о том, что если хотя бы одного договора на ВКГО нет, поставки газа не будет. От слова совсем. Стоит подчеркнуть, что в совещании приняли участие первый заместитель председателя Госсобрания Республики Дагестан Хиби Алиев и начальник УЖКХ города Каспийска Мурат Олегберов. В завершение заседания с разъяснительным докладом о проведении партийного проекта «Лучший двор, лучший дом» выступил первый заместитель председателя Госсобрания Республики Дагестан, Хиби Алиев. Благодаря этому проекту, за то, что мы в прошлом году заняли призовые места, у нас есть параллельно комфортная городская среда, вы знаете, национальный проект. Этот национальный проект Республики Дагестан дополнительно выделил около 780 миллионов. Это дополнительные дома вышли. Город Махачкала, например, улица Гагарина, 78, один дом. Это поселки Семендер, второй город Махачкала, Дербент, Каспийск дополнительные средства пришли. И этот партийный проект не даёт адрес на такого, а даётся, который по требованию подпадающих городских округов. Отметим, что по каждому вопросу были вынесены соответствующие решения.